Письмо 158. Есть ли у человека инстинкты, какова сущность агрессии и бывает ли она необходима? Для всех живых существ действуют одни и те же правила игры. Мы стремимся к тому, что кажется нам полезным и избегаем вредного. В конечном счете, вся сложность нашего движения по реальности сводится к этой фундаментальной простоте. На операциях влечения к одним явлениям жизни и отторжения других основано поведение всякого живого существа от простейшей из бактерий до умнейшего из людей. Этот двоичный код определяет нашу телесную, эмоциональную и интеллектуальную жизнь, как работу отдельных клеток и органов тела, так и поведение организма как целого, как прозаические бурления в животе, так и высочайшие парения человеческого духа. Точно так же, все разнообразие компьютерных технологий и их невероятные возможности покоятся на чередовании невообразимо длинных цепочек из единицы нулей в наших устройствах. Таким образом, во силу самого устройства реальности существования живых организмов сплетено из мириад плюсов и минусов, из маленьких да и нет. Но куда нам направить свои да и нет? Сколько этих да и нет должно отправиться по каждой из траекторий? В какое время и в какой последовательности они должны прозвучать? Все это важнейшие вопросы, и древнейшие организмы на планете, коль скоро они смогли выжить, должны были выработать некий ответ на них. Представим одноклеточный организм, например, архею или бактерию. Сегодня мы знаем, что бактерии вовсе не так просты, как еще совсем недавно полагали ученые. Они обладают многочисленными способностями познания. Бактерии анализируют окружающую среду на содержание в ней полезных или же вредных химических веществ, после чего познавательные алгоритмы у них на борту решают, как им поступить дальше. Они прокладывают курс к полезному и по широкой дуге огибают все вредное. Вдобавок к этому, бактерии наделены подобием зрения за счет светочувствительности и таким же незамысловатым подобием осязания. Они непрестанно исследуют мир и принимают своеобразные автоматизированные решения. Для столь крошечного организма наличие нескольких крупных каналов восприятия информации есть поистине внушительная аппаратура. Но несмотря на это, всякая ситуация, в которой оказывается бактерия, невероятно сложна для ее способностей познания и обучения. Ее возможностей недостаточно для свежего акта познания уникальной ситуации и свежего действия в новых обстоятельствах. По этой причине бактерия применяет единственную стратегию, оставшуюся в ее распоряжении. Она практически целиком полагается на инерцию поведенческих алгоритмов, заложенных в ее генах. Такие алгоритмы поведения мы можем назвать инстинктами в широком смысле этого слова. Хотя понятие инстинкта не принято применять к одноклеточным, в сущности управляющей их поведением программы, устроены так же, как и более сложные программы других животных. Да, их масштаб иной, но действующий принцип тот же. Эти алгоритмы представляют собой переплетение да и нет внутри клетки и ее частей, а в конечном счете чередование импульсов влечения и отторжения. Организмы с развитой нервной системой, например, высшие приматы, наделены куда более выдающимися познавательными способностями, нежели одноклеточные. Но и этого оказывается недостаточно, чтобы поспевать за динамикой жизни и вместить в себя хотя бы самые общие штрихи происходящего. В сравнении с бактерией, познавательный арсенал шимпанзе подобен горе Эверест, нависшей над крошечным холмиком у ее подножья. Но и Эверест, и холмик одинаково малы в сравнении с громадой космоса. Они суть песчинки, и всякие различия в размере этих песчинок в этом масштабе ничтожны. Это значит, что даже умнейшие животные нуждаются в инстинктивных привычках и в своей навигации по жизни полагаются преимущественно на них. Они не могут познать заново из чистого листа не только устройство широкого контекста действительного мира, но и той малой ситуации, в которой находятся. Им нужно наследство из прошлого, и это наследство состоит из инстинктов, то есть алгоритмов. В инстинктах восприятия и поведения была накоплена мудрость эволюции, опыт успехов и неудач триллионов поколений живых существ за миллиарды лет. Важное отличие сложно устроенных животных, однако, состоит в их повышенной способности к обучению. Бактерии практически не умеют меняться в течение своего недолгого существования. Их жизнь так скоротечна, что со всех точек зрения куда эффективнее позволить их геному свободно меняться при смене поколений и тем самым создавать разнообразие вариантов восприятия и поведения. Более сложные животные, напротив, в той или иной степени способны менять свои привычки или задействовать одни из них, а другие откладывать на потом. У них больше выбора. По мере развития нервной деятельности инстинкты живых существ становятся пластичнее и податливее. Рождаясь на свет с определенным наследством из привычек восприятия и поведения, мы начинаем это наследство приумножать. Как мы помним, способность к подобному изменению нервной системы называется нейропластичностью. И чем более развито живое существо, тем оно нейропластичнее. Нейропластичные живые существа могут намного легче и в более полном объеме редактировать свои инстинктивные программы. Одним из первых исследователей инстинктивного поведения у людей был великий психолог Уильям Джеймс 1842-1910 годы. В 1887 году он написал небольшую статью под названием «Что такое инстинкт?». В ней Уильям Джеймс определил инстинкт как способность совершать действия, направленные на достижение некой цели, без предварительного сознания этой цели и без предварительного обучения совершению этого действия. Также Уильям Джеймс сделал блестящее наблюдение. «Человек, рассудил он, отличается от других живых организмов вовсе не тем, что у нас нет инстинктов, а у них они есть. Наше отличие состоит как раз в том, что у людей намного больше инстинктов, чем у прочих животных. Наше наследство богаче. Сейчас, благодаря нейробиологии, мы можем не только подтвердить выводы Джеймса, но и существенно их дополнить. Как и любой мозг, мозг человека набит инстинктами под завязку. Можно сказать, что всякий мозг и состоит из инстинктов, то есть программ, которые ориентированы на некую цель, но не сознают эту цель и не обучались специально под нее. Эти инстинкты управляют каждой клеткой тела точно так же, как и нашей умственной деятельностью. По этой причине мы так похожи друг на друга и телесно, и психически. Мы обладаем схожим наследством из внешних и внутренних качеств, потребностей, проблем и стратегии их решения. Развивающийся эмбрион не нужно учить выращивать сердце и печень, мозг и конечности. Он делает это без сознания цели и без предварительного обучения, повинуясь алгоритму. Новорожденного младенца не нужно учить голоду, страху, жажде, плачу, маханию ножками и ручками, зрению и слуху, а также миллиону иных операций. Он выполняет все эти сложнейшие задачи, не сознавая ни их цели и не имея никакого обучения в их выполнении. Нервная система состоит из инстинктов, так как каждая нейросеть представляет собой алгоритм с разной мерой пластичности. И чем сложнее нервная система, тем больше в ней действуют алгоритмов и тем больше они ветвятся. В человеческом уме не просто невероятно много инстинктов. У нас даже имеются специальные инстинкты для изменения своих же инстинктов. Благодаря разнообразию и количеству унаследованных программ мы отличаемся такими выдающимися способностями познания и творчества. Программы поведения в человеческом мозге конкурируют между собой и вступают в отношения сотрудничества и соперничества. Они видоизменяются и из них путем обучения рождаются все новые и новые привычки. Одним словом, человек не приходит в мир чистым листом бумаги. Мы получили огромное наследство от прошлых поколений эволюции биологических видов и от прошлых поколений эволюции нашей культуры. Без этого наследства мы были бы бессильны, более того, невозможны. Нам не на что было бы опереться. Мы не могли бы ничего понять. Мы не могли бы ничего сделать. К счастью, люди не только получили щедрое наследство природных алгоритмов, но и научились приумножать этот капитал. Мы инвестируем его, экспериментируем и редактируем. Нередко людям претят употребление слова «инстинкт» по отношению к ним самим, а причислять человека к животным или обезьянам так вообще считается оскорблением. Родство со звездами, камнями, бактериями, растениями, рыбами и обезьянами кажется нам вовсе не прекрасным и воодушевляющим, а ранит наше самолюбие. Так эго хочет обнести себя крепостной стеной и возвыситься надо всем, или по крайней мере получить вип-пропуск в светлое будущее, оставив прочий мир позади как нечто второсортное. Подобно детям, мы любим тешить себя фантазиями о своей свободе, поскольку не видим собственного места в ветвлении причины следствий. Мы, будучи наследниками, отрицаем полученное нами богатство и отрицаем свое родословное. Нам кажется, что все это мы сделали сами, что мы возникли как будто на пустом месте, что мы одни свободны, а все прочие живые существа пребывают в рабстве и полусне. Человечество развело у себя дурную привычку строить понятие о своем достоинстве и величии на легенде об обособленности человеческого эго, которое само все решает и никто ему не указ. Эта легенда действительно способна подарить немного наслаждения. Ее роковым недостатком, однако, является то, что это ложь, которая не выдерживает даже самой поверхностной критики. С другой стороны, мы можем построить свое понятие о величии и достоинстве человека не на лжи, а на правде. Это более надежный фундамент. Тогда мы обнаружим, что куда больше величия, достоинства и радости можно найти в родстве с бесконечно малым и бесконечно большим, чем в невежественном обособлении себя от мира. Мы начинаем ясно видеть свою родословную и полученное нами наследство, а потому лучше можем ими распорядиться. Мы относимся к нему с благодарностью, а не с высокомерием и пренебрежением. Такое знание есть сила, ибо оно помогает проложить путь. Употребление слова инстинкт для описания человеческих программ поведения имеет глубокие корни в истории и философии. Им широко пользовались и Ницше, и Фрейд, и психология после них. На Востоке то же самое, что мы понимаем под инстинктом, было обнаружено в человеческом уме намного раньше. Будда, к примеру, обозначал глубинные инстинкты ума термином карма и подчеркивал ее принудительность и наследуемость. Согласно Будде, всякая карма в нашем уме образуется лишь из трех источников, из автоматических реакций, влечения, отторжения и невежества в уме. Эти автоматические реакции называются сангхары, палийская сангхара. Когда автоматические реакции цепляются за объекты, переставая меняться, они быстро входят в противоречие с непостоянством мира. «Мы жаждем того, чего более не нужно жаждать. Мы отторгаем то, что не нужно отторгать». Это накопление неадекватных реальностей привычек цепления создает огромное напряжение и порождает страдания и разрушения. Оно слепит нас, приковывая к определенным частям реальности и причиняет мучения. Освобождение от кармы, то есть от накопленных нами застойных и невежественных реакций, есть духовная практика буддизма. Будда использовал для понятия инстинкт и более узкий термин, нежели карма. Это было слово анушайя, что буквально переводится как залегающее внизу. Будда обозначал так глубинные привычки ума, образующие цепляние, и также подчеркивал их наследственный характер. Как и инстинктом, глубинным привычкам ума не нужно целенаправленно обучаться. Они суть глупая инерция, которая тянет нас вперед без всякого сознания цели. В современной нейробиологии и экспериментальной психологии применение слова инстинкт к человеку также широко распространено и было многократно обосновано. Выдающийся нейропсихолог Майкл Газанига утверждает, что даже сознание является одним из инстинктивных механизмов, возникших в результате эволюции. Его последняя книга так и озаглавлена «Сознание как инстинкт». Не менее прославленный когнитивный психолог и лингвист Стивен Пинкер назвал свою известную работу «язык как инстинкт». Словом «инстинкт» не брезгуют и нобелевские лауреаты Эрик Кандал и Даниэль Канеман, считающиеся мировыми экспертами по человеческому поведению. Перечислить крупнейших нейробиологов и ученых из других областей, которые не просто считают уместным пользоваться словом «инстинкт» для описания человеческого поведения, но и выносят его в заголовки своих работ означало бы составить список длиной в целую книгу. Тем не менее, если кому-то становится нехорошо от сближения человека с другими живыми существами, то можно заменить неприятное слово на букву «и» на какой-нибудь эфемизм. Суть не поменяется от того, что мы будем использовать какое-то иное сочетание букв и звуков. Правда в том, что каждое существо, не исключая и нас с вами, приходит в мир с целой пачкой листов, исписанных мелким шрифтом наследственных алгоритмов. Затем мы прибавляем к этим листам толстую пачку своих собственных творений. Во полученном нами наследии есть как более полезные главы, так и менее полезные, потому что их содержание стремительно утрачивают свою актуальность. Некоторые из наших видовых привычек глубоко проржавели за минувшие тысячелетия и в значительной степени потеряли прямой контакт с обстоятельствами жизни. И самой опасной частью нашего наследия являются инстинкты агрессии. Происхождение и природа агрессии когда нечто новое возникает его старая форма должна погибнуть а потому разрушение есть необходимый момент созидательного процесса. Разрушение и созидание представляют собой два ракурса восприятия одного и того же явления перемены меняясь мы разрушаем меняя мы тоже разрушаем нам постоянно нужно преодолевать препятствия и помехи и устранять источники опасности без разрушения движение жизни не может состояться а потому жизни творчества неотделимы от него как следствие необходимости в разрушении эволюция выработала у всех существ с развитой нервной деятельностью особый набор инстинктов разрушения агрессию важно понимать однако что агрессия не тождественна разрушению это всего лишь древнейший способ реализации сил разрушения на основе жестких и примитивных инстинктивных программ когда мы сталкиваемся с опасностью или препятствием на пути удовлетворения наших потребностей эти программы из глубин эволюционной истории запускаются тогда в нашем уме и теле в движение приходят тысячи автоматизированных процессов в нашем мозге возбуждается миндалина и задняя часть гипоталамуса отвечающей за агрессивное поведение а также наблюдается всплеск нейромедиатора норадреналина надпочечники вырабатывают ударную дозу адреналина и кортизола они мгновенно выделяются в кровь и разносится по всему организму наше сердцебиение учащается давление поднимается мышцы напрягаются а потоотделение увеличивается в ход приходит искажение восприятия заставляющие нас более враждебно относиться ко всему с чем мы сталкиваемся разум теряет контроль над поведением а потому наши действия становятся поспешными импульсивными необдуманными ум наводняют эмоции гнева ярости злобы возмущения и пропитывает страдания ибо агрессия мучительно страдания есть один из рычажков мотиваторов приводящих агрессивное поведение в движение страдания крайне убедительным образом побуждает нас уничтожить источник страдания двоичный код жизни состоит из операций влечения и отторжения в агрессивном поведении эти два импульса причудливым образом чередуются и переплетаются для разрушения нам нужно сперва приблизиться к тому что мы хотим разрушить а затем отторгнуть это поэтому охваченные инстинктами агрессии мы устремляемся к объекту и чувствуем повышенную готовность причинить ему вред нанесение вреда и разрушения кажутся нам предпочтительной стратегией мы становимся склонны вести себя именно так таким образом агрессия это не всякая воля к разрушению агрессия есть воля к разрушению управляемая примитивными автоматическими программами вот случаи человеческого мозга это инстинкты лимбической системы акты агрессии и агрессивные люди так похожи между собой поскольку приводится в исполнение одними и теми же древними механизмами и у людей и у шимпанзе и у крыс они состоят из примерно одного и того же комплекса эмоций порывов шаблонов поведения и искажений восприятия а также их внешних проявлений поэтому агрессивное поведение человека столь похоже на агрессивное поведение зверя и по внешним проявлениям и по их итогам и по гормональному профилю и по активации зон мозга механизмы агрессии и ненависти есть проявление силы желания главного топлива лимбической системы и желание в нашем уме носит принудительный характер оно подчиняет поведение и своей грубой силой тащит нас к тому что мы хотим заполучить или разрушить или прочь от того что нас пугает помимо желания однако в человеке присутствует способность чистого стремления и чистой деятельности ее основа составляет та же самая творческая энергия что лежит в основе любой жизни но в случае чистого стремления эта энергия находится в более свободном состоянии чистое стремление пластично поскольку не сковано косностью инстинктов в отличие от желания оно ведомо панорамным и ясным видением разума благодаря этому оно находится в прямом контакте с уникальными сигналами ситуации а не катится по древней инерции чистое стремление расширяет наши умственные способности и очищает наше восприятие желание напротив сужает и искажает его за счет нейробиологических механизмов желание подавляет функции разума и по мере разрастания притупляет наш интеллект мы можем заметить в себе чистое стремление когда в своей деятельности мы осознаны энергичны и свободны от жажды и агрессии это происходит в процессе размеренного труда и творческого порыва в моменты наполненные чистым стремлением в нас нет ощущения бедности которая свойственна желанию мы крайне активны но при этом нам ничего не нужно мы не чувствуем никакой неполноценности себя и момента никакой мучительной нехватки наша деятельность является выражением богатства и избытка наших сил а не нужды деятельность чистого стремления является свободной в ней отсутствует принудительность которая всегда сопровождает порывы желания охваченные желанием мы зачастую не можем сопротивляться разрушительным побуждением нас влечет в пропасть но мы не в силах остановиться с чистым стремлением такого не бывает оно податливо и пластично это свобода в той мере в какой она вообще может быть пережита и чем больше оно нас наполняет тем свободнее мы оказываемся как желание так и чистое стремление способно и созидать и разрушать но делают они это совсем по-разному желание есть один из древнейших способов существования творческой энергии жизни чистое стремление с авлиционной точки зрения представляет собой новый способ бытия той же самой творческой энергии оно основано не на автоматических реакциях а на свободном действии и ясном видении в случае человеческого поведения желание и чистое стремление есть соперничающие и сосуществующие способы бытия управляемые разными зонами мозга лимбической системой и кортикальной системой соответственно лучше понять их различия можно на примере допустим в процессе перепланировки своего дома мы с яростным рыком срываем со стен обои и крушим стены нам осточертело наше старое жилище мы не хотим больше его видеть нами движет желание проявляющееся как смесь агрессии и жажды в случае агрессии разрушение постоянно отделяется от созидания и теряет связь с широким контекстом созидательного процесса поскольку агрессия слепа это и есть ее главный недостаток средство утрачивает контакт со своей целью причинение вреда становится невежественным избыточным и излишним разрушение выходит из-под контроля катится по глупой инерции лимбической системы и средство становится целью само по себе мы с таким увлечением крушим свой дом что вскоре можем и вовсе позабыть о строительстве мы ломаем то что следовало бы оставить мы тратим невероятные объемы нервной энергии и приучаем себя к состояниям омраченного ума мы вредим себе и миру вокруг а если нам кто-нибудь попадется под руку то во своем кровавом раже мы набросимся на него но зачем это мы уже подзабыли лимбическая система не задает таких вопросов и тем более не в состоянии на них ответить как правило агрессия обладает взрывным нравом но нельзя забывать что человеку присуща большая пластичность высших форм нервной деятельности это касается даже нашей лимбической системы во силу такой вариабельности мы периодически встречаем статистические аномалии агрессивного поведения например холодную агрессию холодная агрессия лишена сильных эмоциональных переживаний и типичных физических проявлений она не сопровождается всплеском адреналина повышенным пульсом и давлением как и прочими характерными признаками довольно часто это происходит у психопатов в следствии аномалии их психического развития определяющей чертой агрессии однако является вовсе не бурление эмоций а невежественный источник нашей воли к разрушению холодная агрессия все равно остается агрессией так как лишена покровительства разума и исходит из слепой инерции наших древних инстинктов разрушение в ней отделено от созидания и обращено как против самого носителя агрессии так и против мира холодной агрессией руководят те же самые инстинкты но их реализация по разным причинам не сопровождается привычной эмоциональной иллюминацией если вернуться к нашему примеру мы можем срывать обои и рушить стены своего жилища без агрессии тогда в нас не будет ни вспышек злобы ни настроя ледяной ненависти ни садистских фантазий или же томления по своему будущему дому мы просто делаем то что необходимо сделать наш ум просторен и свободен от агрессии и жажды нас не сотрясает ни злоба против того что есть ни похоть до обладания чем-либо потом во процессе разрушения нас наполняют спокойствие радость и любовь как и желание чистое стремление способно к разрушению но осуществляет его намного эффективнее это уникальный человеческий способ существования нашей творческой энергии а не всеобщей животной когда нас ведет чистое от омрачений творческая энергия разрушение представляет собой всего лишь частный аспект созидательного процесса друзья полные версии новых подкастов и статей начиная с 78 выпуска доступны только по дополнительной подписке в свободный доступ тем не менее выкладывается первая часть каждого материала порядка половины или двух третей от написанного этого достаточно чтобы служить главной цели писем к самому себе приводить мысль в творческое движение отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми если же вы не только находите мою работу полезной и интересной но и хотите взять от нее максимум и помочь дальнейшему развитию сделать это можно путем ежемесячной подписки вконтакте на патреон или босте стоимость обычного варианта 250 рублей в месяц или 3 доллара на патреон это открывает вам полный доступ к материалам и возможность скачивания подкастов на соответствующих площадках при продвинутой подписке за 800 рублей или 10 долларов на патреон вы получаете приглашение в закрытую группу в телеграм для обсуждения всех беспокоящих нас вопросов не обязательно и не только по тематике писем все ссылки вы можете найти в описании подкаста спасибо